Не очень хорошо это на самом деле, что мы же все-таки их выбираем и должны, я думаю, знать, на что они тратят деньги свои и откуда имеют заработок. Заглядывать в кошелек депутатов, сверять цифры с прошлыми данными, когда они публикуют декларацию о доходах, ежегодная традиция россиян. Но скоро она может исчезнуть. Госдума и Совет Федерации уже одобрили закон о том, что депутаты смогут не публиковать свои доходы. Да мне не нужен их ни отчет, пусть не отчитывается, если это так власти надо. Врачи, учителя, фермеры, предприниматели, рабочие, доярки и так далее, и так далее. Что им декларировать и что им скрывать? Они иногда и не знают, как это. То есть там много достаточно формальностей, что нужно показывать. Нулевые счета, ненулевые счета, машины, жилье. Депутаты муниципального уровня, пожалуй, единственные, кому от нововведений должно стать проще. В этой категории большинство так называемых нарушителей. Тех, кто заполнил декларацию неправильно. За последние годы почти 30 случаев. Депутаты районного и сельского уровня часто не подготовлены к такого рода документам, считает заместитель председателя КЗС Денис Голобородько. Отсюда и ошибки, иногда фатальные. У нас в Алтайской крае есть 7200 депутатов. Это обычные рядовые граждане. Многие из них не обладают даже какими-то профессиональными знаниями, юридическими. И, конечно же, у них сложность в принципе с выполнением этих деклараций. Сначала мы депутата попросили позаниматься общественной деятельностью простого сельского учителя, врача, сельшера. А потом его еще и лишаем полномочий за то, что он не предоставил эту декларацию. Для них новый закон предоставит право подавать декларации после избраний и в течение года, если он совершил крупную сделку. Распространяется эта норма на краевой парламент. Депутатов на ставке 18 из 68. Остальные избранники народа на общественных началах. И они тоже смогут публиковать доходы реже. Люди должны знать, сколько денег, какие доходы есть у тех или иных нормных избранников, потому что они завязаны на бизнесе, на каких-то интересах определенных. А пока доходы посмотреть можно. Вот список самых обеспеченных депутатов края. Последние данные относятся к 2021 году. Самый доходный Александр Лисицын, директор автоцентра и еще нескольких транспортных компаний, заработал 55 миллионов рублей. Глава потребительского кооператива Максим Кочев – 43 миллиона. Замыкает тройку Владимир Семенов, председатель одного из комитетов АКЗС – 39 миллионов. В Барнауле самый состоятельный Андрей Солодилов, председатель одного из комитетов – 42 миллиона рублей. На втором месте Евгений Носенко и его – 28 миллионов. На третьем – Алексей Скосырский – 23 миллиона рублей. А депутаты Госдумы и сенаторы, которые работают официально, будут публиковать информацию о доходах в обезличенном виде, без указания персональных данных. Такое инкогнито сами депутаты объясняют риском утечки данных в ненужные руки на фоне происходящих событий. Ну, сейчас давать дополнительную информацию той стороне, будем говорить, это тоже, наверное, неправильно. То есть это и в какой-то мере соблюдение просто персональных данных. Новый закон поддержали не все депутаты. Некоторые пообещали все равно делать публичными свои доходы. Например, Сардана Афксентьева уже это сделала в телеграм-канале. Комментаторы закона окрестили новый порядок шагом к закрытости и непрозрачности власти. Но в Барнауле считают, что резонансная инициатива ничего принципиально не изменит. По мнению депутатов, закон должен позитивно повлиять не только на их коллег, но и на жителей. Поводов для обсуждения чужих доходов станет меньше.